Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер, главные темы выпуска. Преступили к главному Самарско-губернской доме, приняли во втором чтении областной бюджет. Выявить рак на ранней стадии федеральные областные онкологи провели профосмотр работников ЦСКБ «Прогресс». Творцы будущего на региональном фестивале «Робофест» при Волжье за победу боролись 200 команд. Купе Малеевича к своему юбилею «Жигули» один из вагонов оформили в стиле коллекции авангарда Самарского художественного музея. История простая и страшная. На театральном фестивале «Ливановка» подняли тему подросткового одиночества. Полтора миллиарда рублей дополнительно получат Самарской области из федерального бюджета по уровню софинансирования регион первый в ПФО и четвертый в стране. Об этом глава региона Дмитрий Азаров сообщил на своей странице в социальной сети, а затем эта тема прозвучала на заседании Губернской думы, где сегодня принимали во втором и окончательном чтении главный финансовый документ региона. В своем послании несколько лет назад Дмитрий Азаров озвучил принцип «Вместе мы сможем больше», которого придерживается в работе и который заложен в основу стратегии лидерства. И потому, на что конкретно направить дополнительные деньги на строительство детских садов, школ или на благоустройство, мест отдыха глава региона предложил решить с учетом мнения людей. Мэрия Елчан продолжит. Областной бюджет будет социально ориентированный и бездефицитный. Он рассчитан в первую очередь на поддержку здравоохранения, образования и сферы ЖКХ. Поправки были укроплены, они были проанализированы таким образом, если они касаются здравоохранения, то что же это такое, строительство поликлиники или ремонт поликлиник, ФАПы и так далее. Все было отработано очень серьезно. Я очень доволен работой депутатов, работой представителей исполнительной власти, министерства и министров лично. Общий объем доходов областной казны на будущий год составит почти 185 миллиардов рублей. Из них 70% пойдут на социальные расходы. Кроме того, регион может рассчитывать на поступление из федеральной казны. Речь идет о 35,5 миллиардах рублей в следующем году, почти 42 миллиардах в 2021 и свыше 43 миллиардов в 2022. В корректировке бюджета активное участие приняли все фракции губернской думы. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить губернатора за то, что основная часть наших, большая часть поправок фракции «Единая Россия» были поддержаны. Это на 2020 год 1 миллиард 360 миллионов. Надо отметить, что особенностью вот этого продвижения такого, которое мы увидели, когда практически многие поправки депутатов и фракций и комитетов были поддержаны, связано с тем, что правительству области удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства федерального бюджета. За успешную реализацию национальных проектов федеральное правительство отметило лучшие регионы. По объему дополнительно выделяемых средств Самарская область заняла первое место в ПФО и четвертое по стране. В следующем году регион получит почти полтора миллиарда рублей. Как потратить эти средства будут решать вместе с жителями. Высокую оценку работе губернатора Дмитрия Азарова правительство Самарской области и всех жителей региона поставил президент России. Поскольку эти средства не целевые, поскольку эти средства являются поощрением региона за успешную работу и развитие, считаю, что поскольку эта задача, эта цель достигнута, этот результат вместе со всеми жителями Самарской области, то и распределение этих средств должно быть организовано таким образом, чтобы мы смогли выслушать мнение людей и учесть его. С 2020 года каждой семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект с необходимым набором детских принадлежностей на сумму 10 тысяч рублей. Кроме того, дополнительные средства по 200 миллионов рублей в ближайшие три года будут выделяться на обеспечение жильем детей-сирот. Увеличат и расходы на питание пациентов в больницах. На эти цели планируется ежегодно направлять по 106 миллионов рублей. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Его ждали, и он пришел. Первый зимний снегопад накрыл Самару. По прогнозам синоптиков, он продлится до конца недели. Неустойчивую погоду с осадками и перепадами давлений на Среднюю Волгу с запада принес волновой циклон. До пятницы в области сохранится ветреная погода, временами будет идти снег. Но резких перепадов температуры не ожидается. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. За ночную смену с улиц города вывезли 146 тонн снега. На уборку вышли более 120 единиц спецтехники и 72 рабочих. Скандально известный блогер Дмитрий Бегун вышел из колонии. Новокурческий суд удовлетворил его просьбу об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила супруга Дмитрия Людмила на своей странице в социальной сети. Мужчина провел три года в исправительной колонии. Напомню, в 2016 году блогеров Дмитрия Бегуна, Олега Иванца и Наталью Мярову суд признал виновными в умогательстве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Дмитрий Бегун получил 6 лет, Олег Иванец 7 колоний строгого режима, а Наталья Мярова 4 года колонии общего режима. Все трое, по версии следствия, пытались получить от бизнесмена Сергея Шатила 3 миллиона рублей за неразглашение якобы компрометирующей его информации о удалении из интерната ранее опубликованных материалов. Блогеры были задержаны при получении частью суммы миллиона рублей. В декабре прошлого года Наталья Мярова тоже вышла на свободу по УДО. Отметим, что сам Сергей Шатила, бизнесмен, у которого якобы вымогали деньги, сейчас находится в статусе подсудимого сразу в двух процессах – о картельном сговоре и о сбытии незарегистрированного медоборудования. Синтез медицинского опыта. Работники РКЦ «Прогресс» прошли профосмотр у федеральных и областных онкологов. Московские и самарские медики обменялись современными методиками профилактики, диагностики и лечения рака. Подробности узнал наш корреспондент. Житель Самары Валентина Мельничук на профосмотры к онкологу ходит каждые полгода. Говорит, ей важно следить за своим здоровьем. В этот раз она попала на прием к московскому специалисту. Это стало возможным благодаря всероссийской акции «Онкопатруль». Предупрежден, значит, вооружен. Значит, на малой стадии это можно все ухватить и вылечиться, естественно. Профосмотр прошли 200 сотрудников РКЦ «Прогресс». Акцию организовали федеральные госструктуры при поддержке областного правительства. Такие же осмотры прошли еще в шести российских городах. Все это необходимо для диагностики рака на ранних стадиях, что существенно повышает шансы победить болезнь. Именно эта акция, когда привлекаются федеральные специалисты, позволяет нам не только провести скрининговые исследования и заподозрить онкологическое заболевание, но уже и более детально провести осмотр и исследование группы пациентов, у кого есть подозрения. Мне очень понравился уровень, то есть высокий профессионализм докторов. Доктора принимают большое количество пациентов, естественно, соблюдаются все клинические рекомендации. Московские специалисты поучаствовали также и в форуме «Новые технологии в онкологии». Здесь медики обменялись современными методиками профилактики, диагностики и лечения рака. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Город будущего, межпланетное такси, фабрики и заводы. В Самаре прошел трехдневный всероссийский технологический фестиваль «Робофест» при Волжье, крупнейший в Европе и один из многочисленнейших фестивалей. Только в этом году свое научно-техническое творчество представили более 500 участников. Елена Малюцина расскажет об уникальных разработках. Дом, который лечит сам себя – это главная идея авторов одноименного проекта. На этом мини-заводе производят живой бетон, в котором содержится бактерия, вырабатывающая известняк. И тем самым она восстанавливает каждую трещинку в блоке. Участники «Робофеста» при Волжье увидели однажды снос ветхого дома и теперь таким образом хотят построить город будущего. «Наши детки, конечно, хотят видеть наш город красивым, современным. И вот у нас возникла такая идея. Мы тоже посетили музей, конечно, изучали разную информацию. И вот нашли такую информацию, что одни ученые нашли такую бактерию интересную». Проектировщики, смарт-аробики, «Сириус», инженеры, изобретатели гоночных болидов, «Агротехнобокс», служба спасения водоемов. В пятом региональном робототехническом фестивале «Робофест» при Волжье приняли участие более 200 команд. Ребята создают фантастические проекты, которые когда-нибудь можно будет применить в реальной жизни. Например, вот эта точка отправления межпланетного такси – «Космодром Звездный». «Всероссийский технологический фестиваль «Робофест» – один из крупнейших в Европе и один из многочисленнейших в мире фестивалей. Только в этом году свое научно-техническое творчество представили более 500 участников». Слаженная командная игра, конструкторские разработки, глубокие познания физики и математики. По этим критериям определили победителя. Региональный робототехнический фестиваль «Робофест» при Волжье проходил три дня. Возраст участников – от шести лет. «Сегодня наши дети живут в технологическом мире. И задача учителя, воспитателя – правильно и корректно провести по этой образовательной траектории. Дети схватывают все, что происходит, настолько быстро они просто в этом родились. Поэтому для детей это абсолютно несложно. Дети с удовольствием играют, количество участников растет, родители поддерживают своих детей». «Сегодня на рынке IT-услуг гигантский спрос на новые кадры. И именно те ребята, которые сегодня с первого, шестого, может даже десятого класса погружаются в эту среду, это наши потенциальные программисты, системные администраторы, руководители проектов. Это те люди, которые формируют цифровую экономику Российской Федерации». После победы в региональном этапе участники отправятся на конкурс в Москву. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Подростковая преступность, прогулы в школе. В Самаре городские власти совместно с органами внутренних дел ищут пути решения этих проблем. Чего удалось достичь, расскажет Елена Малютина. Семинары, беседы, родительские собрания и лектории, городские конкурсы, спортивные мероприятия. В борьбе с подростковой преступностью все средства хороши. Профилактики правонарушений среди молодежи городские власти уделяют особое внимание. Единого, какого-то универсального метода борьбы с этим нет. Здесь нужна работа правоприменителей, персональная работа с каждым из подростков. Для этих детей главное вера в людей, в то, что они не брошены в этой жизни. Поэтому работа многоплановая. К административной ответственности привлекли и тех, кто пропускал уроки в школе. По межведомственной операции «Всеобуч» 106 подростков вернулись за партой. Теперь специалисты думают, как улучшить их успеваемость. Одно из предложений – вернуть практику, популярную в СССР. Продолжать с отстающими детьми занятия на летних каникулах. Осенники так называемые. То есть занятия проводились в июнь. Но они не перекуропились, поэтому здесь ущебление права. Потому что никаких нет за год. Но в июне месяце высвободившись от учебной работы, составлялось расписание. И с ними до отпуска, до крайнего предсовета по переводу и выпуску все занимались. Ребята просто возвращались морально к успешности. Особое внимание городские власти уделяют профилактике и предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах. Госинспекция совместно с администрацией Самары провела 295 масштабных операций. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Из Самары с любовью и искусством горожанам презентовали новый вагон поезда «Жигули Авангард». Каждое купе в этом составе стилизовано по творчеству художников-авангардистов. В числе первых необычный вагон увидела Мария Левина. Розанова, Рождественский, Попов с такими попутчиками точно не заскучаешь. Теперь в каждом из девяти купе можно приобщиться к прекрасному. Полет аэроплана Ольга Розанова написала в 1916 году в стиле «Авангард». Этот стиль объединяет всех авторов, картинами которых украсили вагон поезда «Жигули». По соседству купе, посвященное Малевичу, жизнь в большой гостинице. Это работа, как и все остальные в вагоне, из коллекции Самарского областного художественного музея. Не подлинники, конечно, а репродукции. Поезд – это, мне кажется, новый способ такого выражения. Музей выходит за пределы своих стен, он двигается, он двигается вместе со временем, он несет то, что и должен нести музей. Вечные ценности, которые, как стук колес, должны перемещаться из прошлого в будущего. Идея объединить искусство и ЖД-пути уникальна, аналогов нет нигде в мире. Это пока только один вагон, который будет курсировать по маршруту Самара-Москва. Но на этом организаторы не собираются останавливаться. План их реализовать проект в двухэтажном поезде. Мария Левина, Григорий Пешаков, События. Пьеса о добре и зле в современных российских реалиях. На театральном фестивале «Ливановка» показали постановку о подростковых проблемах. Как современные дети видят мир, расскажем в нашем следующем сюжете. Пьеса Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» рассказывает о проблемах современного подростка. Ее эскиз показали на фестивале «Ливановка» в Самарском драмтеатре. Главная героиня постоянно под давлением окружающих. Это другой разговор. Больно. Терпи. Красота требует жертв. Бабушка требует от девочки пятерок, хотя и сама не знает зачем. Это актуальные вещи, это жизненные вещи, это то, что, как говорится, может произойти в твоем доме у твоих соседей. Поэтому они мне близки. Героиня вырастает лишенной социальных навыков. Ее травят одноклассники в школе. Ты толстая. Ага. Ну не толстая. Ты толстая. Ну не толстая. Ты жирная. Ты не жирная. Ты жирная. Пьеса – это простая и страшная история. Выхода автор не дает. Девочка становится жестокой. Болью главной героини и, собственно, этой ключевой фразой, да, что «семью восемь» – это самое сложное, «семью восемь» – это любовь. Ну, то есть то, что нам дано, в принципе, с рождения, да, и от чего, как это, да, говорят, тебе говорят, там, вот, и как это нести через всю жизнь. Режиссер планирует позже сделать из этюда полноценный спектакль. Лариса Шлафаст, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. Осужденному за кражу шоколадки детдомовцу в Самаре изменили приговор. Напомним, Игоря Шамина поймали с коробкой сладостей на выходе из магазина. Не отбывшему до конца условный срок, ранее судимому парню тогда назначили два года и семь месяцев лишения свободы. Строгим приговором Самарцу были недовольны многие публичные личности. В его защиту выступили депутаты, рэпер Птаха и главный редактор телеканала «Раша Тудэй» Маргарита Симонян. В итоге суд постановил изменить наказание Игорю Шамину, признать его виновным в грабеже, но приговорить к условному лишению свободы с испытательным сроком на один год. Также облсуд постановил не присоединять к этому решению приговор Кировского районного суда. Его должны исполнить самостоятельно. Содержание под стражей Шамину отменили. Впрочем, из СИЗО он пока не выйдет. Игорь сейчас под арестом по обвинению в другом грабеже и краже. В Самаре включат светофор на пересечении Ташкентской и Старозагоры. Там изменится схема движения. Водители и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах. Выбран подрядчик, который построит мост через реку Сок. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Победителю аукциона предстоит провести первый этап реконструкции мостового перехода через реку на участке дороги Волжский-Курумыч-Урал в Красноярском районе и построить новый мост через Сок. За это компания получит почти 987 миллионов рублей. Всего на ремонт трасс в регионе в 2020 году потратят 5,5 миллиардов рублей. Британское издание Daily Mail опубликовало статью об экстремальном картинге в России. В основу сюжета публикации легло видео, на котором трое мужчин на самодельных картах гоняют по замерзшей реке в Тольятти. В ролике гонщики резко разгоняются, поднимая карты на задние колеса, уходят в заносы, на большой скорости объезжают препятствия в виде рыбаков, гуляющих по льду людей и упавших деревьев. Судя по всему, британцы остались под впечатлением от крутых виражей русских гонщиков и от того, как ловко они их преодолевали. Гуашь, холст и кисть вартулы – это не экспериментальная техника, а обычный процесс создания картин для тольяттинского художника. Евгений Коробских в аварии лишился рук, но не таланта. В Самарской юношеской библиотеке состоялась выставка его работ. О том, что для гения не существует преград, расскажет Елена Нижегородцева. Каждый человек – кузнец собственного счастья. Это не зависит ни от чего, в том числе и от медицинского диагноза, считает художник из Тольятти Евгений Коробских. Два года назад Евгений в результате аварии лишился кистей рук и возможностей ходить. Для успешного сварщика и боксера это был страшный удар. Чтобы отвлечься от боли, он начал рисовать. Держать зубами карандаш было непросто. Штрихи получали слабыми, но как только он переключился на краски, произошло настоящее чудо. Я помню, в детском садике я рисовал, в школе, там изо были у нас уроки, по-моему, первый класс. Ну все, я после этого вообще не притрагивался. У меня черчения, это двойки были всегда. Розу я могу одну за день рисовать. Розы, они проще получаются, почему-то, я не знаю. А вот, например, такой городской, вот это четыре. Просто, когда я рисую, мне спокойно. Мне хорошо. Сейчас Евгений автор 80 картин. Самые любимые из них – морские пейзажи. В родном Тольятти художник провел уже три выставки. Является лауреатом первой степени в областном художественном конкурсе. По приглашению самарских властей Евгений привез 50 картин на суд зрителя. Это стало возможно благодаря проекту общественной палаты «Творцы счастья», суть которого – помощь и поддержка творчества талантливых людей с ограниченными возможностями. Например, после выставки любую картину Евгения можно приобрести или сделать индивидуальный заказ. Мы будем делать еще очень такую функциональную акцентную точку на то, каким образом наши ребята, которые сегодня в силу своей инвалидности не могут принимать наиболее активное участие в процессе зарабатывания денег, каким образом они могут, собственно говоря, поправлять экономику своей семьи, формировать фундамент экономический через свое творчество. На открытие выставки пришло более 70 человек. Из них 20 – волонтеров культуры из различных вузов Самарской области. Такой проект не зря подается широко огласке общественности. Люди должны знать, что люди с ограниченными возможностями, они способны на большее даже, чем мы. Проект запланирован на один год. В следующем году спикерами выступит 12-летний певец «Лишеный зрения», глухонемой актер Пантомимы, девушка-поэт с ментальным отклонением. Более детальная информация будет размещена на сайте Самарской юношеской библиотеки. Елена Нижегородцева, Дмитрий Мешканцов, События. Как открыть собственное дело, получать доход и приносить пользу обществу? В Самаре прошел бизнес-семинар для людей, которые хотят заниматься социальным предпринимательством. Почему это перспективное направление востребовано на рынке, расскажет Анатолий Головко. Александр пришел на семинар за новыми знаниями. За его плечами огромный опыт работы в социальной сфере. Раньше он трудился директором базы отдыха, сейчас хочет помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мужчина планирует открыть социальный пансионат. Считаю, что это перспективное вид деятельности. И пришел сюда, чтобы еще расширить свой кругозор. Надеюсь, получу ответы на те вопросы, которые у меня есть. К социальному бизнесу в России относятся предприятия, на которых трудятся инвалиды, одинокие многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов и люди из мест лишения свободы. В большинстве своем те, кто решает посвятить себя этой сложной области бизнеса – новаторы. Они способны сплотить вокруг себя единомышленников, найти необходимые ресурсы для решения социальных проблем и объединить собственные знания с самыми современными технологиями. На сегодняшнем семинаре мы уделим большое внимание, где найти деньги для своих социальных проектов. Потому что российское государство предлагает огромное количество возможностей для социальных предпринимателей. Вы можете сделать не только огромный социальный вклад в развитие нашего общества, подарить новую жизнь нашим пенсионерам, старикам, инвалидам, но и построить успешный бизнес. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Сейчас мы приглашаем вас совершенно бесплатно с тренерами, которые прошли обучение и рекомендованными экономом развития и университетом Синергии. Они у нас сертифицированы, знают, как вовлечь аудиторию в процесс, как передать свои знания. Поэтому ждем вас. До конца года в Самаре проведут еще четыре семинара для начинающих и уже сложившихся бизнесменов. Им расскажут о юридических аспектах предпринимательской деятельности, о том, как правильно открыть свое дело. После каждого тренинга любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Еще больше сока самарского производства. Компания «Нектар» выходит на международные стандарты и запускает новую линию. Подробнее Мария Левина. В апреле этого года компания «Нектар» достигла собственного рекорда по реализации сока. 9 миллионов литров. Это не единственное, чем гордятся производители. Благодаря запуску новой линии натуральным соком можно будет обеспечить еще больше жителей региона, а также расширить географию сбыта. Новая линия – это новый качественный шаг вперед. Это в три раза увеличение производительности самой линии. И, как следствие, это увеличение общей производительности труда в нашей компании. Мы видим, как активно, как бурно компания развивается. Она не только производит готовую продукцию, она фактически занимается этим от питомника и до прилавка. В России такая линия запускается впервые, но она уже признана многими мировыми производителями. После использования материал, из которого сделана упаковка, перерабатывается. Производство здесь полностью автоматизировано. Сначала картонная труба с соком поступает на конвейер. Специальный механизм придает ей форму, которую мы привыкли видеть на прилавках в магазинах. Для производства такой упаковки нужно минимум материалов и электроэнергии. Мария Левина, Николай Епипанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова